Здравствуйте, дорогие братья и сёстры. Сегодня в день, когда вы собираетесь вспомнить вот о Дмитрии, меня попросили что-то сказать о нём. Я, конечно, тоже вспоминаю, как мы все вместе поступили в семинарию в 77 году и с тех пор прожили вместе 42 года. Кстати, Дмитрий может быть назван, конечно, особенным священником. Он обладал многими замечательными дарами, талантами. Он был, конечно, замечательно умным, мудрым. Но главное, что он удивительно умел почувствовать собеседника, человека, и почувствовать, что нужно ему сказать, как ему объяснить самое главное. Он замечательно проповедовал. Вы об этом знаете, конечно, лучше меня. И имел редкую смелость говорить всем всегда то, что думает. Он не боялся сказать то, что он думает. Он был очень широким человеком, а русский широким. И начинается здесь изучение одного русского писателя. Широк русский человек, надо бы его судить немножко. Иногда казалось, что Дмитрий слишком резок и как бы зашкаливает его выразительность, его гротеск зашкаливает. И многим это казалось неправильным. Но благодаря этой широте и глубине и этому умению выразить очень выпукло и ясно свою мысль, он был, конечно, понятен и доступен огромному кругу людей. За это его и любили. За некоторую резкость его критиковали. А за прямоту, смелость, за любовь к России, за любовь к церкви, за любовь к истине его, конечно, многие очень любили и любят. Но, конечно, очень будет его не заставать. Но Господь приготовил его, дал ему пройти очень трудный, скорбный путь. Он принес тяжелейшие страдания. И все мы с вами не ошибаемся в жизни. У всех у нас есть свои грехи. Но Господь его хотел очистить. Через страдания, через скорбь, через крест. Хотел его очистить и приготовить его к исходу из этой земной жизни. И мы очень надеемся и молимся о том, что Господь упокоил его в царстве невестам. А то, что он сделал, сделал очень много добра. Это, конечно, останется в памяти ближних и дальних и останется надолго в истории нашей церкви. Но, конечно, скорбно расставаться с ним. Но хочешь утешиться и утешить друг друга надеждой на то, что ему теперь лучше, чем было здесь. Вешняя ему память.